Здарова, Ютуб, с вами Реверс, рад приветствовать вас на моём канале. Я уже рассказывал вам о девушках Человека-паука, Бэтмена и даже Супермена. Я думаю, пришло время поведать вам о всех подружках Тони Старка, Железного Человека. Он оправдывает свой статус гения, миллиардера и плейбоя, а также филантропа на все 100%. За все его годы приключений в комиксах Марвел, он стал, конечно же, рекордсменом по количеству представительниц прекрасного пола в его жизни. И мне захотелось разобраться во всех его взаимоотношениях. Тони Старк встретил Чёрную Вдову в сказках о неизвестности Tales of Suspense в 52 выпуске. Всем известно, что пути Железного Человека и Чёрные Вдовы пересекаются во вселенной Марвел довольно часто. И вот, в основной вселенной они тоже встречались, пока Тони не узнал, что она шпионка. Но в дальнейшем мы знаем, что она вернется к Мстителям, как хороший друг и союзник. Следующая девушка Дженнифер Уолтерс. Она была обычным адвокатом, пока не заболела и не получила переливания крови от ее кузена Халка. Позже она встречается с Тони Старком и становится Халком сама, женщиной Халком. И преображается в выдающегося Мстителя. Во время Гражданской войны Уолтерс встал на сторону Тони. Но когда она понимает, что Тони был тем, кто стрелял в Халка и запустил его в открытый космос, она начинает лупить по нему, что есть мощи. Оса. Или же ее настоящее имя Дженет Ван Дайн. Да, и она тоже встречалась с Тони Старком примерно в 80-х годах. Они встречались после развода с Генри Пимом. Дженет является тоже одним из основателей Мстителей. И в течение многих лет она боролась с преступностью бок о бок с Железным Человеком. Следующая девушка Сансет Бэйн. Она тоже была гением электроники. Конечно же, она не дотягивала умом до Тони Старка, но хитрожопый план у нее получился. Когда Тони Старк еще учился в колледже, она соблазнила его, чтобы вытянуть из него все секреты Старк Индастрис. Тем самым она основала собственный бизнес и назвала его Бэйнтроникс. План сработал. И как только она получила свое, она сразу же бросила бедного и наивного Тони. Да, и такое в жизни дерьмо случается. В свой первый день работы в Старк Индастрис, Идрис Мумджи, так имя назвали его следующую девушку, она стала жертвой нападения закипнотизированных сотрудников Старк. Когда обеспокоенный Тони пришел навестить его в больнице, он сразу же влюбился в нее. Чувство казалось было взаимным, и они начали долгий и страстный роман. Но эти отношения были всего лишь иллюзией, поскольку Мумджи все это время работала на соперника Старка, Абадию Стейна. Мария Хилл. Значительную часть своей карьеры в ЩИТ она провела в качестве заместителя Ника Фьюри. И некоторое время она была директором ЩИТ. Это все происходило во время гражданской войны, и в это время у нее был роман с Тони Старком. Кэтлин Дерр. Несмотря на отсутствие каких-либо сверхспособностей у этой девушки, это, наверное, самая пугающая женщина, с которой Тони когда-либо встречался. После встречи с Тони на благотворительном мероприятии, она неотступно преследует его, постоянно приглашая или требуя, чтобы он пригласил выпить ее или поужинать. Всякий раз, когда Тони пытался провести время с какой-либо другой девушкой, Кэти либо срывалась в ярости, либо нападала на эту женщину. Они провстречались, но в конце в Железном Человеке номер 286 она совершает самоубийство, заявляя о своей неизменной любви к Тони Старку. Так, ну а теперь перейдем не к такой грустной истории. В этом списке есть Беттани Кейп. Она была подружкой Тони Старка во время знаменитой сюжетной линии «Демон в бутылке». Борьба Железного Человека с алкоголизмом как раз таки и разворачивается. Она занимает первое место в ряду, когда Тони падает, и в то время, как все остальные друзья от него отвернулись и не хотели ему помогать, именно она помогла ему пережить тяжелые дни. Она, кстати, была хороший телохранитель, и ее истинная сила заключалась в сострадании и готовности видеть своего любовника через некоторые из худших дней в его жизни в расцвете сил. Эмма Фрост. Самый искусный телепат во вселенной Марвел. Ну и вот, с Тони Старком они провстречались довольно недолго. Эммм, не сошлись характером. Джастин Хаммер. Да, это был не мужик. Это была как раз таки дочка бизнесмена Джастина Хаммера. И, как я понял, ее тоже звали Джастин. Мариана Роджерс. Вместе с Тони они пробыли недолго, прежде чем поняли, что она обладает телепатическими и экстрасенсорными способностями. К сожалению, они оказались очень слишком сильными для нее, и она страдала яркими, пугающими галлюцинациями. Ее мозг не вывез, и она потеряла связь с реальностью, что побудило Тони отправить ее в психиатрическую больницу и прекратить их отношения. Однажды Тони Старк встречался со злодейкой, у которой было имя Уитни Фроз. Это были недолгие отношения, и это довольно неизвестный персонаж. Нет смысла рассказывать ее историю. Следующий персонаж – Роксана Гилберт. С Железным Человеком, Тони Старком, они провстречались недолго. Она зарекомендовала себя как одна из самых волевых любовниц, которые когда-либо были у Тони Старка. Похоже, что Железный Человек питает слабость к зеленому цвету. В дополнение к тому, что он был с женщиной Халком, он проэкспериментировал и с Гаморрой. Да-да, это та самая дочь Таноса. Связь их с Тони Старком произошла во время пребывания Тони у стражей, после небольшого флирта за выпивкой. Однажды она назвала себя самой смертоносной женщиной во всей галактике. Следующая девушка на очереди, я даже уже сбился со счета – Женщина-паук. Супергероиня и коллега Железного Человека по Новым Мстителям, ее имя Джессика Дрю, она же Женщина-паук. Эти герои сильно сблизились во время событий Тайного Вторжения. Ну и наконец-то мы подошли к Пеппер Поттс. Она является самым известным любовным интересом Тони. Но несмотря на все это, их отношения в комиксах, в отличие от фильма, были не такими уж и долгими. Следующая девушка – Джоанна Нивин. Знаете ли вы, что Тони Старк действительно был помолвлен в то время, когда он в фирме стал Железным Человеком? Об этой девушке не знал никто, а Джоанне Нивин мы узнаем из воспоминаний Тони. Это происходит в комиксе «Железный Человек», 244-й выпуск. Следующая женщина – Румика Фудзикава. Дочь Кеджира Фудзикавы, который как раз-таки является одним из управленцев компании Старк Индастрис. Их роман претерпел достаточно много взлетов и падений. Ей нравился как раз-таки энергичный образ жизни Тони, но Старк был слишком одержим своей работой и не мог уделять Румика должного внимания. Ну и в конце концов им пришлось расстаться. Следующая девушка – Дженни Скорт. История печальная на самом деле. Она являлась дочерью Дрексела Корда, одного из зеловых конкурентов Старка, и ей было запрещено встречаться с Тони. Но когда ее отец умер, и она стала генеральным директором своей компании, они стали встречаться. Но, к сожалению, она была смертельно ранена во время битвы с Титановым Человеком и Багровым Динамо. Она умерла на руках Железного Человека. Следующая девушка была первой любовью Тони Старка. Ее звали Мередит Маккол. Они дружили, когда были в детстве подростками. Но их отцы были непримиримыми конкурентами в бизнесе. И они отослали их в разные колледжи, чтобы держать их отдельно. Доктор Сью Юнь – одна из самых блестящих неврологов в мире. Она помогала Старку преодолеть травму позвоночника, и они влюбились в это время в друг друга. Но Сью Юнь быстро положила конец этому роману, сказав, что она замужем и хочет оставаться верной своему мужу. Они остались добрыми друзьями. Так, еще одна девушка-врач. Вероника была нанята Старком в качестве его личного физиотерапевта. Она помогала восстановить координацию движений и заново научиться ходить после операции на позвоночнике. Просто невероятно, сколько же было девушек у Тони Старка, и это далеко не все. Райя Лакост, Кэсси Дэр, Калисто Хэнкокк, Хейзер Гленн, Бри Дэниелс – тоже были девушками Тони Старка. Ну а на этой ноте наш выпуск потихоньку подходит к концу, с блестящим умом. Почти с его с бездонным чековым счетом, с его костюмами и неотразимой растительницей на лице, как вы уже поняли, у Тони Старка никогда не было проблем с поиском женщин. Да он их и не искал, по идее. Всем спасибо за просмотр, всем покедова! Субтитры подогнал «Симон»!